Фауна хороша тем, что ее представителей легко встретить на обычной прогулке. Каким морским чудом играют венесуэльские дети, как мечом? И кто позволяет властям сэкономить на уборке пляжей, расскажет Марат Хасанов. Партнер проекта компания Окна БНВ. Наслаждайтесь качеством. На берегу Карибского моря любого может ждать нежданная встреча. С черепашьим детским садом. В коробке под навесом пара десятков милейших кожаных созданий. Смотрите, какие миленькие черепашки. Морские черепашки. Они вылупляются здесь, на берегу. Ребята их вот собирают, а ночью отправят в море. Видимо, чтобы лучше сохранились. На мои предположения были получены подтверждения. Юные морские обитатели, грибущие ластами по пенопласту со всей силы, умудрились вылупиться, когда расцвело. И над ними тотчас нависла опасность. Но парни, живущие на берегу, спасли черепах от человекоподобных и пернатых браконьеров. Это было ясно и без знаний испанского. В общем, есть такая работа тортил защищать. На побережье острова Маргарита то тут, то там встречаются огороженные территории, где черепахи отложили яйца. На табличках указано, как дождать появления маленьких черепашат на свет. Удивляться людям сибирским по первости приходится на каждом шагу. В море можно встретить голубую медузу. Она совсем не страшная. Местная ребятня играет с ней как с мячиком. Бросают друг друга. Медузе такие упражнения, конечно, далеко не на пользу. А вот малыш не нравится. Впрочем, детей не стоит обвинять в жестокости. Море само решает, кому еще плавать и кому пора на берег. По утрам на песке можно найти немало рыбы. Но к полудню, а то и раньше, пляжи становятся снова чистыми. Не покладая клювов, работают птицы-дворники. Отдыхающим не мешают и учтиво разлетаются, если попадаются кому на пути. Сегодня мы штурмуем вот эту замечательную гору на острове Маргарита. Там наверху национальный парк. Сквозь колючки по камням застая диких обезьян. Признаться, допустили мы упущение и пришли к хвостатым без угощения. И верно потому, вместо парада обезьян получили лишь объеденный банан. Ну или как он там называется, этот невиданный плод. А еще остров Маргарита – отличное место обитания для устриц. Точнее, не вся территория, а мангровые заросли. Огромный лес растет в морской воде посреди острова в лагуне. Миллионы корней и десятки миллионов раковин живут на них. Живут, конечно, лишь до поры до времени. Люди давно приспособили моллюсков для своего стола. Ура, макеты! В общем, перевожу. Мужчинам, чтобы их мачете всегда был острым, следует съесть этих моллюсков как можно больше. От добрых пожеланий грешно отказываться, тем более, что россиян-венесуэльцы любят и плохого не советуют. Процесс несложный. Пару кабелей лайма и движение в себя. А если повезет, еще можно и жемчужину найти. Венесуэла славится своими украшениями из этого красивого природного материала. Но даже если не найдется в раковине сокровища, расстраиваться не стоит. Остров Маргарита и впечатления от него сами по себе жемчужины. Марат Хасанов специально для Седьмого канала из Венесуэлы. По другим темам, легко ли быть венесуэльцем? Этим вопросом задала семья Сибири и обосновалась на острове в Карибском море. Как выглядят продукты, заменившие привычные сибирские разносолы? Чем зарабатывают россияне в Венесуэле? И почему российская школьница легко может стать отличницей в испаноязычной школе? Расскажет Марат Хасанов в очередном сюжете с острова Маргарита. Партнер проекта компания Окна БНВ. Наслаждайтесь качеством. Заходите, пожалуйста, посмотрите, как мы живем. Их четверо. Мама, папа, дочь и сын. Ольга, Александр, Даша и Ромка. Семья из Сибири. Уже три года живет на острове Маргарита. Приехав в Венесуэлу, купили участок и построили дом. Скромное, но уютное жилище. Сад, огород и море в семи минутах ходьбы. Все, о чем мечтали. Сейчас им и не верится, что приходилось когда-то колоть смерзшийся уголь для печи и добывать воду из вечно перемерзшей колонки. К серьезному шагу готовились полтора года. В Сибири мерзнуть надоело. Вот сюда и приехали, в теплые края. Живется хорошо. Проблемы, конечно, есть, но живется все равно лучше, чем в Сибири. Ну, например, денежные вопросы, одежды не нужны. Деньги зарабатывает в семье Александр. Работает руками. Хоть по образованию и инженер-сварщик. У местных домовладельцев он на расхват. Кому сантехнику наладить, где крышу застелить или металлический забор справить. Работает хорошо. Если кто хочет работать, приезжайте в Венесуэлу. Найдем работу. Все самоделки на сюда. К жаркому солнцу, что светит 360 дней в году, привыкли быстро. Пару раз только обгорели. О простуде забыли. Проблем с местной кухней тоже удалось избежать, уверяет Ольга. Хоть и просили меня привезти из России шоколадные конфеты, темное пиво и колбасу. Но уверяют, по российским разносолам не скучают. И есть чем заменить привычные кушания. Вот это ямц, это плод, вот это лиан. Это корнеплод, который нам тут заменяет картошкой. Мы его режем и чистим. В вареном виде вот этот не очень вкусен, товарищ, потому что тут крупинки, вот если вы там посмотрите, их видно. И он вареный крупинками. А жареный, печеный, очень даже вкусен. Растает он до 75 килограмм, такой вот огромный плод. Только я посажу, тут ростки есть. А растет на участке все, что нужно. Бананы и ананас, манго и папайя, причем сами по себе. Только урожай собирай, не мешай. Привычные помидоры и огурцы тоже можно вырастить, если не лениться. Опытным путем выяснили, земля на острове им не подходящая. Хозяин дома соорудил систему гидропоники и теперь без почвы, но при постоянном поливе посленно-бахчивые успешно дают плоды. Кстати, вода и электричество обходят с островитянам дешево. С соседями живут мирно. От них же переняли легкое отношение к быту. Убранство жилища скромное, только самое необходимое. Вентилятор, интернет, душевые и туалет в каждой комнате. Хотя странно было поначалу. Трудно также было воспринимать и неторопливость венесуэльцев. Но принцип жизни Маньяна Ла Маньяна, в вольном переводе нечто «завтра, приходите завтра» помогла понять дочь. Она пошла учиться в местную школу. Начало занятий по расписанию в 7.30 утра. Но в реальности раньше половины девятого никто за партой не садится. Так заведено. Учиться же просто, во всяком случае, для бывшей российской школьницы. Программа сильно упрощена и отстаёт от нашей на несколько лет. Здесь всё намного позже прошло. В России ты ещё, наверное, в первом-втором классе проходишь. А вы проходите в каком? В шестом. Ну, уравнение, допустим. До сих совсем рано начинаем. В прошлой день. В классе, наверное, в втором-третьем. Самое сложное у них просто превратить, если у тебя минут больше, чем 60, превратить где-то в час. Обязательно в 8 классах. Но кто хочет, идёт в колледж. После реально поехать учиться в европейские вузы, причём совершенно бесплатно. Дарья наметила себе именно такой путь. Маленький Ромка скоро пойдёт в садик. Их мама не боится, что дети утратят российские корни. Старшую дочку не боюсь потерять. Она уже самодостаточный человек. Она знает, чего она хочет. И я думаю, она этого добьётся. Ну, а младший, ну, даже если вырастет истинный венесуэлянец, я не думаю, что это уж прям настолько плохо и хуже. Вся родня Саши и Оля осталась в России. Тёща приезжала на остров, пожила пару лет и уехала обратно. Но новые венесуэлянцы, как они себя называют, возвращаться не собираются. Тем более, что русскоязычных на острове с каждым годом всё больше. Приезжают из России, Украины, Прибалтики. Назад дороги нет, повторяют, как заклинания бывшие сибиряки. Тем более, что на родине всё распродали. И на каждый восторженный отзыв приезжих об острове на Карибах спешат сказать. А мы здесь живём. Марат Хасанов, специально для новостей 7 канала из Венесуэлы.